Слава нашему Господу! За то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня возможность быть здесь, чтобы не только видеть лица друг друга, но и помолиться Господу, чтобы послушать Слово Божие, которое нам так необходимо в нашей жизни, как ориентир, как свет и как особое благословение, потому что никто еще лучше учения не придумал из самых высоких людей этого мира, чем Евангелие и чем заповеди Божии. И поэтому хотелось бы, чтобы Господь свой нас благословил, и чтобы мы могли еще что-то взять для себя. Может быть, что-то одно надо для нас сегодня. Я недавно, когда был в Пинске, мы были, была молитвная конференция служителей, и я читал один текст Писания из Откровения Иоанна о Ефесской Церкви. Вы помните, это была церковь благословенная, основанная апостолом Павлом, и там очень ценные мысли заложены. И Господь говорил так этому пастору, там что ангел, на самом деле пастору церкви. Ты имеешь терпение, трудился ради имени Бога и не изнемогал, ты испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лошадцы. Там много что написано. Но, что имею немного против тебя, что ты оставил первую любовь. А там даже опять-таки, и вот то тебе хорошо, ты не верила Николаитову, и это хорошо. Но вот одно, и говорит так, если не покаешься, то я сдвину светильник в твое семейство, если не покаешься. Кажется, все хорошо кругом. По садинке поставил это одно только немножечко. И вот, если нет, сдвину светильник в твое семейство, речь не идет о том, что ты погибешь. Нет, не будешь больше пастором. На другом месте будешь. Потому что вот не видел чего-то, не понял чего-то. Я помню, после этого подходит один из братьев, который там был. Ну, там же есть еще один текст Писания. «Вспомни, откуда ты не спал и покайся». Помните? Именно вот этой церкви написано. Говорит, все. Подал заявление, наверное, чтобы его уволили. Он говорит, все понял, каюсь, возвращаюсь назад. Хорошо, когда человек понимает одно что-то. Кажется, ну, в чем проблема? Если сегодня посмотреть на нашу жизнь, то, наверное, никто из нас так не работал, как этот пастор. И трудился, и не изнемогал, и перенес много. Но, Господи, вот если в этом не исправишься, все. Поэтому в сегодняшний день, когда мы будем слушать Слово Божие, может, что-то одно нам только надо. Может быть, одно только что-то выясним, и то уже будет хорошо. И то, может быть, встанем на ту высоту, на которой были, но почему-то не удержались на этой высоте. Но я перед тем, как буду читать, я немножко повторюсь с прошлого материала. Но тут была записочка одна. Там в том турмановом коврике. Лечение какое-то восточное. Там стоял вопрос о иглоукалывании, и так далее, и так далее. Ну, и мне один из братьев звонил уже, потому что этот офис уже есть в Бресте, этот офис хотят и делать в Пинске, а в Пинске, я знаю, что они очень строго смотрят за всем этим. Верующие люди там работают, в этом турмановом ковриком этим. И что меня насторожило? Работают все, но не говорите о Боге. Этого достаточно, что-то уже не от Бога. Что значит христианин? Не говорите о Боге. Лечите, но не говорите о Боге. Но я этот вопрос не оставил так. Я же поставил нужду на нашей молитвенной группе. Все-таки это не основание. Я увидел там что-то и в общем разъяснить это все, распространить все это. Все-таки люди верующие там уже работают. К сожалению. К сожалению. Я поставил так эту нужду. Значит, первый вариант ответа. От Бога. И поставил да или нет. И второй вариант. От дьявола да или нет. На одну и ту же нужду. Наверное, молитвная группа думала, что там две разных нужды. Там была одна. Одна. Первый ответ. От Бога ждет нет. Второй. От дьявола да. Да. Вы поняли меня хорошо, чтобы шла речь? Вопросов даже нет никаких. По-моему, я немножко с юмором говорю. Возьмите одно слово. Первую букву Т на Д. И вы узнаете что-то такое. Будет дурмановый коврик уже. Вот и все. Вот и весь ответ. Поэтому я понимаю, что там было еще такое слово. Приблизительно какое слово. Что-то делают. Но поднимаются немногие после этого. Наверное, люди попали в счет. Не знаю, может быть, за деньги. А врач неплохо платит там. Но платит, платит, но знает, за что платит. Ну, не говорите о Боге. Это достаточно. Поэтому я просто хотел бы ответить на этот вопрос. Потом вот это иглоукалывание. Второй пример приведу. Вы знаете, был такой певец Виктор Калина. Шансон пел. Этот самый. В преступном мире эти блокные песни пел очень хорошо. Ну, и после. А после оказалось, что корреспонденты. Его прошлое выяснили. Оказалось, он кончал институт парапсихологии в Киеве. Это был первый институт. Один единственный. На весь советский завед, где обучали гипнозу. Он там учился. Он говорит. Он просто объяснил так. У меня, говорит. Мать была гадалкой. Даже не гадалкой. Что-то более серьезное там было. Я говорю. Наследственное у меня все это. И когда он появился в Минске, ему предложили заниматься иглоукалыванием. Там обучали ему этой профессии. Он отказался, правда. Поэтому иглоукалывание, это тоже из того же куста ягодки. Поэтому лучше всего лечиться медикаментами нормальными. Если не берут, то если туда влезете, то будут проблемы. Я приведу один пример, когда тоже пришла одна из сестер. Я уже ее не помню. Ни лица ее не помню. Не помню даже, в какой местности она была. Но я помню, что из нашей Брестской области. Откуда не помню на сегодняшний день. И тоже, когда выяснилось, несвободный человек, я у него спросил. А ты иглоукалыванием лечилась? Говорит, да. Стали бы молиться. Я ему приказал, во имя Иисуса Христа, Дух стоял за иглоукалыванием, выйдя вон. Он сразу поверх ее и застонал. О, вот так приблизительно, вот так вот. Поэтому, вы знаете, что? Лучше не путываться в такие вещи, которые с оккультизмом связаны. Потому что иглоукалывание – это разбалансировка организма. Вы знаете, что медитация тоже отключает разум человека. А когда разум отключается, тогда уже бесы занимают его. Разум наш – это барьер. Для того, чтобы они не проникали. Поэтому, пожалуйста, в этих вопросах будьте осторожны. И лучше всего не лезть туда, что ты не знаешь. Поэтому будут проблемы впоследствии. Поэтому я просто обращу внимание на прошлые разборы наши. Потому что я уже не помню, чем я окончал. Два разбора пропустил. Но я просто обращу внимание на что. Вы помните, я особо застыл внимание на 12 стихе 60 главы Исаии. Я, может быть, немножко эту мысль не оформил. Вот так вот четко. Ибо и народ, и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут. И такие народы совершенно истребятся. И там даже написано. Слава Ливана придет к тебе. Кипарис и пев и вместе кедры, чтобы украсть место святилища твоего. Я не помню, что я говорил в прошлый раз, но сегодня я напомню. Почему так написано? Те народы, которые не станут служить тебе, истребятся. Бог хочет прославиться. Хочет делать свой народ и землю своей землей славы. А для этого, помните, я напоминал, наверное, кипарис, пев, кедры – это же красивые деревья очень. Они созданы для украшения. Это не плодовые деревья. Это для украшения созданы. И тут кедры упоминаются. Слава Ливана даст тебе. Если вы читаете, то ливанские кедры. Кедры ливанские, есть такое выражение. Это особо красивые деревья. Высокие, мощные и так далее, и так далее. Но вы помните, для того, чтобы сделать народ свой славою, надо, во-первых, убрать все отрицательное и насадить положительное. И вот слава Ливана дастся тебе. И я вспоминаю один из текстов Писания, который записан в 31 главе Ежики Иля. Там написано о чем? О фараоне царо-египетском, который Бог сравнил с могучим кедром. Асур был как кедр на Ливане. И там о фараоне что написано дальше? Как кедр на Ливане. И что возродило сердце его? Ну, я возрушу назад немножко. Я украсил его множеством сучьев. Это было очень красивое дерево. И говорит, и дерева в саду Едемском завидовали ему. Смотрите, как получается. В Едемском саду, это же не Едемский сад Ливан. А деревья в саду Едемском завидовали ему. Они понимали, что он имеет особое благословение. И Бог помнит, что он делает. Я напомню, что он делает. Он говорит, что он его разрушил и скоронил его. За то, что сердце твое возгордилось, и так далее, и так далее. Я подберу на себе позору. Вот почему сегодня, когда Бог хочет поделить свою славу, то он может не только что-то отмечать, особенно через благословение, но и чистить свой народ. Если лично сердце каждого знает, да, будет удалять что-то. А вот и людей будут удалять. Ну, если они не послушные, если они ничего не признают. Конечно, будет. И потому я помню однажды одно пророчество, которое было, когда Господь обещал излить благодать свою обильно и силу свою обильно. Ну, предупредил. Но к этому времени готовьте, чтобы вы были чистые. Проверайте свою жизнь, каяйтесь. Ну, я уже от себя не могу сказать, там не так было сказано. Но я просто расширяю то. Испоедуйте свои грехи, проводите себя в порядок. Потому что, когда я излию свою силу, то для многих это окажется последним днем. Я открою все, что есть. Открою все, что есть, что спрятано в сердце. Что люди сегодня носят и не хотят открыть. И вы знаете, и так было. А я вспоминаю, я сам, конечно, не присутствовал в этом пробуждении сильном. Это был 1955 год, или может даже еще. Я сам вообще с 1947 года. Что я могу знать тогда? 24 года только пока, в 1971 году. Что я могу знать там? Уже позже братья наши рассказывали. Что было такое сильное действие Духа Святого, что когда приходили на молитву, боялись идти туда. Потому что Бог открывал состояние человека. И мне рассказали один такой случай. Когда вот один брат появляется на пороге где-то, а ему идет слово. Иди покайся, примири с женой, с которой ты построишь. Возьми сюда назад. Он сразу по врачу и пошел назад. Знаете, что, ну, будет такое время, когда каждому из нас мира дано определенное. Вы думаете, Бог сегодня не знает, что мы делаем. Бог не знает наше сердце. Или не может что-то делать. Но все время просит. Ну, сделайте. Поменяйте свой характер. Поменяйте свою духовную атмосферу. Ну, сделайте поворот крутой к Богу и так далее, и так далее. Ну, люди ж так вот. Я тоже немножко буду обращать внимание, когда по тексту буду читать. И вот так и написано. Ибо народ, и царство, которые, не захотя служить тебе, погибнут. Будет определенное время дано. И для нас сегодня есть время. Сегодня нет ни Иудея, ни Елена, ни раба, ни свободного. Сегодня все мы одно во Христе Иисусе. А потом будет время, когда по синей языке войдет, дверь в благодать и закроется. Тогда Бог будет делать дело с твоим народом. Все. И тогда язычнику придется служить им. Поэтому я буду читать дальше. Слава Ливана придет тебе. Почему я взял Слава Ливана? На Ливане этот кед был искоронен. Он мешал очень сильно. Вторая сторона. Бог говорит, насажу то приятное. Одно искороню, а другое насажу. У нас же так мы обрабатываемы свои поля, да? Сорняки что делаем? Выпалываем. А плодовые культуры что? Насаждаем, правда? Мы же не хотим, чтобы росло одно и другое. До поры, до времени, да, растет. А потом приходит время, обработку делаем и уничтожаем то, что мешает развиваться доброму. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы в действительности, ну, немножко по-другому подумали. Чтобы украсить место святилища моего. И я прославлю подножие ног моих. Ну, я об этом уже не буду говорить. Мы в прошлый раз об этом говорили. Ну, вот на что обращу внимание. Что такое вообще подножие ног? Второе место Писания говорит так. Земля есть подножие ног моих. Но здесь идет речь о Иерусалиме, об этой горе Иерусалимской, об народе своем. Тут, может быть, более узко надо понимать эти вещи. Но, тем не менее, Господь произведет перемену и в своем народе, и вообще по всей земле. Может быть, там быстрее все произойдет. На всей земле будет изменение более медленно происходить. Но, тем не менее, это будет все происходить. Не будет так все замусорено, как у нас сегодня. Куда ни пойди, мусор, мусор, мусор и мусор. Поэтому я прославлю подножие ног моих. «И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, и падут стопам ног твоих, все презиравшие тебя». Вот смотрите. Не может быть славы, если там будут люди непослушные, непокорные. В это время Господь поменяет всю атмосферу. Все взаимоотношения будут менять. И придут с покорностью. И потом будут жить. А если придут непокорные, как будут истреблют тогда таких людей. Непокорные, непослушные. И это надо учитывать и нам сегодня, конечно. Может быть, не так уже строго Бог с нами судится. Но, тем не менее, знаете, что Бог шутки не шутит с нами. Он не просто в сегодняшний день нам что-то говорит. Он пытается достигнуть до нашего сердца, чтобы мы поняли, а что с нами происходит на сегодняшний день. И потом и придут к тебе с покорностью. И если мы приходим к Богу с требованием, не с непокорностью, наврать ли Бог нам будет отвечать? Им надо покориться. Понять, что Он Бог, а мы люди всего лишь навсего. С покорностью придут. Сыновья, угнетавших тебя, и падут стопам ног твоих все, презиравшие тебя. Смотрите. Не просто поклонятся, а падут стопам ног. Есть разница в этом? Наверное, есть все-таки. Одно дело вот так вот немножко поклон делать, а другое дело – пасть. Вот как Бог наводит парадок. Вот что Он хочет видеть и у нас на сегодняшний день. И кто придет, презиравшие тебя? Бог никогда не потерпит нас, если мы будем презирать друг друга. Вы знаете, что такое презирать? Ничто. Это ничто. Это никто. Это вообще ничто. Это больше, чем просто что-то сказать. Это внутреннее содержание такое с презрением. Ай, что они там могут? Что они там говорят на сегодняшний день? Это просто словами нельзя выразить презрение. Вот той полной глубины дать, которую у чувствах у нас есть. Но говорят, такие люди не украшают церкви, которые презирают друг друга. Которые бунтуются. Это не украшение. И я сегодня перерожу все это на нас, на церковь. Ну, там народ, это народ. Был, есть и будет еще. Ну, а для нас-то короткое время отведено на сегодняшний день. И нам никто не позволил презирать друг друга. Да, называть вещи своими именами мы можем и должны. Мы не можем в сегодняшний день. Чему называть? Светом, свет тьмою, горькое, сладкое, сладкое, горьким. Ну, тоже самое время. И не презирать. Если презирать все, это не украшение. Это не украшение церкви. И непокорность, бунтарство и так далее. Оно никого не украшало и никогда не украсит. Поэтому и придут к тебе с покорностью, сыновья угнетавших тебя, и падут в стопам ног твоих, все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сеоном Святого Израилева. Почему? Мне кажется, и я в прошлый раз отмечил эту мысль. Почему назовут городом Господа? Потому что там Господь будет виден. И в этом есть разница. Где Господь виден, а где есть достижения современной науки и техники. Это тоже свое отличие есть. Да, действительно. Мы отличаемся, государство отличается одно, другое, и так далее, и так далее. Но все-таки то, что мы сегодня имеем, вот эти достижения, они все-таки не сравнимы с силой Божией, с властью Господней. Сегодня еще никто никогда не мог остановить солнце. А Иисус Найон остановил его. Вы помните, во время Езекии тень пошла назад на 10 ступеней. И поэтому все сказали, это действительно в Израиле и земле что-то произошло, потому что вон какое знамение. И кто может сегодня такое делать? Никто. Сегодня стараются люди. И медики, и все очень стараются помочь. Но вы знаете, люди как люди, они ограничены. А там, где умешивается Бог, он и становится виден. Я уже напомню мой этот случай в Америке. А мы удивились, плечами пожали. Как так? За один час пришел в себя и нормально все стало. И после говорили, это уже полгода надо, чтобы пройти реабилитацию, чтобы что-то восстановилось. Но ясно же было видно. Бог, ну для этого надо и потерпеть, и надо. Почему мы думаем, Господи, почему ты раньше этого не сделал? Рак, сел почти все, вот и тогда и стоил. А до этого мы где-то были. Ну конечно, сегодня если вовремя все, то медицина помогает и все. А когда запущено, тогда уже ясно ведущая работа. Поэтому, может быть, и в нашей жизни нечто происходит такое, чтобы нам открылся наш характер собственный. Покорные мы, непокорные, послушные, непослушные. Украшением являемся мы в своих церквях или поношением. Это же от нас зависит. От нашей жизни. И потому, когда здесь идет об восстановлении, я просто обратил внимание вот на эти детали или на эти стороны нашей жизни христианской. Как украсить место? Как украсить церковь? Конечно. Кто-то в сторону пойдет, кто-то встанет. Пожалуйста. Потому что и одно, и другое не могут уживаться вместе. Что общего? Усвету со тьмой. И так написано, правда? Какая совместность храма Божия с идолами? Никакой. Никакой нет. Поэтому пусть Господь поможет нам. Конечно. Можем искать друг друге что-то, ковыраться, находить что-то. Но это зависит от того, на что мы больше всего обращаем внимание. Я тоже привел этот пример. Это мне Света подсказала. Он говорит, налил полстакана воды и спрашивает двоих человек. Что ты видишь? Один говорит, наполовину пустой стакан, а другой говорит, нет, наполовину полный. Вот один и тот же стакан. Один видит наполовину полный, а другой наполовину пустой. Ну, и можно спорить, какой он. И то, и другое, правда, на что ты обращаешь внимание, то является главным у твоей жизни, что ты ищешь. Если ищешь доброе, обязательно будешь отмечать и плохое. А откуда, чтобы плохое не прилипло к тебе? А можно искать плохого. И всегда плохое увидишь тоже. Ну, и будешь на это обращать внимание. А доброго только немножечко будешь видеть. Потому что все основное внимание на отрицательные стороны. Поэтому пусть Господь поможет нам, ну, не только обращать внимание на то, что вокруг нас делается, но обращать внимание на Христа. Это же очень важный момент в нашей жизни. Если я иду по бушующему морю, сегодня это море житейское бушует очень сильно, и не свожу глаз с Христа, то я буду идти. Как только я свел глаза с Христа, обращу внимание на бушующие волны, все. Начну тонуть. Сегодня этих бушующих волны, сколько их сегодня много. Они действительно бушуют так, и рвутся через глаза, и через уши, и еще через что-то. Вот, захлестывают сердце. Поэтому пусть нам Господь поможет в действительности иметь эту твердую опору в Слове Божьем прежде всего. И понимать его. Оно же написано не как история. Оно живо и действенно. И в сегодняшний день, за что, конечно, мы благодарим Бога. И Бог пытается вложить это в наши сердца, чтобы они не были такими бедными. И опять перечитаю 14 стих. «И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут в стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так, что никто не проходил все из тебя, и осадил тебя величием навеки. Вместо того, что ты был ненавидим, конечно, Господь вознавидел грех в этом народе. Не сам народ, наверное, ненавидит Бог, любит всех людей, но ненавидит грех. Ну, а мы часто можем и друг друга ненавидеть, да? Тогда здесь совсем по-другому уже будет. Придется или поменять свое отношение к кому-то, или пойти в мир туда. Я помню, когда-то, когда, я уже не помню, кто это был, это не столь важно. Вы знаете, сегодня очень часто обращаются в суды. Вот отлучили кого-то, он обращается в суд. Несправедливо поступили. Такое шоссе. Это шоссе модно стало. Модно стало. Я в суд пойду. Мне пришлось писать объяснительную, там, значит, область. Я написал, знаете, что написал? Мы же не отняли в него право на отдых, право на труд, право на образование. Не отняли. Мы же не посадили его в тюрьму. Мы сказали, если ты не хочешь подчиняться Господу, не подчиняешься Слову Божию, то живи так, все люди, а нам ты не нужен. Что мы виноваты? Пожалуйста, на все четыре стороны иди. Правда, ответ никто мне не дал, что я неправильно расслабил. Где же мы же ничего у тебя не отняли? Живи, как живешь. Живи. Ну, сделай ты, развелся там с кем-то, поссорился, и что, что. Ну, живи так, как все люди живут. Ну, не путайся здесь у нас под ногами. Поэтому, вот в этом вопросе, ну, мы должны трезво мыслить. Я не запутал вас своими рассуждениями. Ну, правильно. А что мы такого сделали? Сказали, ну, живи, как все люди. Мы же тебя не убили где-то, в лес не вывезли, не провязали к дереву, чтобы ты умирал. Не хочешь жить, как христианин. Ты живи, как все люди живут. А что вы думаете? Люди в мире плохо живут? В некоторых случаях они даже, наверное, более культурные, чем мы бываем. Может, это наружные, может, это другое. Но, тем не менее, да, и добрые бывают. Хотя спасения не имеют. А по потенциалу человеческому иногда да. А что, не ходили таких соседей, таких людей, которые готовы вам все сделать. И сделают, и помогут. А у церковь не хотят идти. Поэтому, пусть Господь поможет нам правильно мыслить в этих направлениях. Правильно рассуждать. И назовут тебя народом Господа, Сионом, Святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавиден. Это так, что никто не проходил за себя. И я соделаю тебя величием навеки. Радостью в роды родов. Как соделаю? Прежде всего, как соделаю? Накажу. Господь так и сделал свое мысло своим народом. Накажу. Рассчитай за все твои преступления. И тогда уже ты станешь со всем другим. И с тобой, может быть, разговаривать тогда. А так же, ты сегодня не можешь разговаривать нормально, да? Требуешь чего-то, еще чего-то. Не можешь нормально разговаривать. Вот когда вот так коснется рука Божия, поменяется сердце, да? Я тебе соделаю, совсем другим будешь. Ходишь сегодня с унылым лицом, созлобным. Будешь другим совсем, когда в мялку эту попадешь. И Бог часто так делает. Я помню однажды, некто из братьев наших. Вот сегодня наши пожилые шостры помнят этого брата. Когда он говорил так. И я мягок потому, что меня много мяли. Я мягок потому, что меня много мяли. А кого не мяли, не может быть мягким. Он не понимает этого. Остренькие такие все. Мы бываем остренькие на язык, правда. Острые в взаимоотношениях наших. Потому что мало мяли. Помнут хорошо. Совсем по-другому будешь жить. По-другому строить свои планы. По-другому отношения строить. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не подверглись мялкам этим. Но если уже так, то что сделаешь? Что сделаешь? Говорят, где-то в армии говорили так. Не доходит так, дойдет через руки и ноги. Там гоняли очень сильно за нарушение. Может 10 километров лишних. Отверуют ему, пожалуйста, тогда придешь в себя тогда. Я уже не буду говорить. Ты будешь насосаться молоком народов. И груди царские сосать будешь. И узнаешь, что я Господь, спаситель твой, искупитель твой, сильный якорю. Вместо меди буду оставлять тебе золото. Вот эти материалы все. И поставлю. Вместо дерева медь. Вместо камней железо. То есть все будет на несколько уровней выше. Все будет на несколько уровней выше. И поставлю надзирателем твоим мир. Правителем твоим мир. И надзирателем твоим правду. Знаете, и в тысячелетнем царстве нужны будут надзиратели. Которые надзирали бы за народом. И поставлю правду надзирателям. В Египте, когда народ израильский был там в рабстве, там были представники и надзиратели. Помните? И представники были из египтян, а надзиратели были из своего народа. Но представники очень сильно били за то, что народ не выполнял задания. Я не просто иду параллельно по этому чекству. Я его не толкую. Но вы знаете, иногда и правдой нас надо остановить хорошенько. Сказать в глаза правду человеку. Она не всегда бывает приятная, правда. Не всегда бывает приятная, правда, да? Иногда говорят, правда в глаза колет. Бывает такое? Бывает. Бывает такое. И кто-то из братьев рассказывал, когда я был в Германии недавно, он рассказал один такой пример. Когда он где-то там был в Среднеазиатской республике, он там был. Он говорит, я, говорит, пас овец. Я знаю, что такое овечки. И он привел такой пример из 22-го псалма. Господь пас, я в ничем не буду нуждаться. И там есть такие слова, говорит. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ну, поскольку это опора. А жезл, знаете что? Я говорю, вы знаете, что такое жезл? Когда овечка начнет бунтоваться, и я ее с жезлом сразу раз потихоньку, она сразу успокаивается. А так не слушает. Я вот ее успокаивал, не один раз успокаивал вот так. Вот как только жезлом немножко удар, все сразу становится послушное. Так и правда. Иногда вот так скажет человеку правду, а он недоволен этим. Но и правду надо остановить. Может, она больно ударит эту правду. Но чем я мне, а куда ты от этого денешься? А куда ты от этого денешься? Может быть, я не столько сравниваю ее с жезлом правду? Ну, иногда да. И мы дальше, когда будем читать Священное Писание, вот эту самую книгу «Разбирать Писание», мы там дойдем до одного места, когда Господь говорил, «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Какая бы ни была эта правда, приятная нам или неприятная, но она призвана для того, чтобы спасать человека, чтобы остановить его где-то, подсказать ему что-то, что не тот делает, что надо. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Поэтому и там будет правда стоять. Я понимаю, правда, может быть, это истина, потому что есть эквивалент истины правды, но на самом деле в моих местах Священное Писание «Правда» означает жить по Слову Божию. Делают правду, говорят истину, а правду делают. Но здесь, наверное, все-таки лучше всего, ну, говорить правду или истину говорить. Но, может быть, и по правде Господь и поступит с кем-то. Я помню, он напоминал когда-то на разборы этого текста Писания, какая будет жизнь в вишелетнем царстве. Столетний будет умирать юношею, а столетний грешник будет проклинаем. Оказывается, вот будут такие люди. Дьявол будет связан, искушений не будет, по привычке будут делать. Ну, если бы это не было так написано. Ну, так написано. Я никуда не денешься от этого. «И поставлю правителям твоим мир». Ну, вы знаете, что? Чтобы принести кому-то мир, надо самому иметь мир. Когда у сердца нет мира, то ты никого ему и не принесешь. Вы согласны со мной, что это так? А как ты можешь дать то, что у тебя нет? Заразишь скандалами, заразишь обидами других людей, заразишь еще чем-то, заразишь только тем, что у тебя есть. А здесь написано. «И поставлю правителям твоим мир». Вот это непросто. Вы помните, что написано, как надо иметь мир? Старайтесь иметь что? Мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Что значит старайтесь? Это не так-то просто. Не так-то просто иметь мир и святость со всеми. Это одна из проблем. Это нелегко. И вы помните эту миссию Священного Писания, как надо приветствовать, когда уходим в дом. Мир дому вашему. Если будет там сын мира, то мир ваш придет на него. А если нет, то куда он денется? К вам и возвратится. А как вы думаете? А обиды, а скандалы не возвратятся назад? Позже возвратятся. Возвратятся. Что еще, Эл? То будешь жать. Так написано или нет? Так. Так же написано. Что еще, Эл? Будешь жать. И потом надо очень быстренько, мгновенно буквально. С женой успылил, и она тут же ответ спылила. Вот и все. Тут же, что посеял, то и пожал. Вот быстренько все это делается. Или что, что-нибудь. Я просто как пример говорю. С раздражением начал говорить. Хорошо, если у человека нет раздражения, но оно у всех нас есть, наверное, хоть понемножечку. Возьмет и вызовет раздражение. Один дух вызывает подобного ему. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас было сердце мирное. И поставлю правителям твоим мир, и надзирателям твоим правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей. А почему не будет насилия? Потому что насильника не будет. Бог поменяет характер, поменяет атмосферу духовную, поменяет все. Как может быть насилие, если нет человека, который, собственно, это делает? Конечно, не будет его. Сегодня мы, допустим, все государства так поступают. С какой точки зрения я рассматриваю этот вопрос? С очень простой точки. Готовят оружие все, чтобы защититься. Но это же не совсем правильный подход. Надо менять сердца людей, и тогда не надо будет никакого оружия. Так или не так? Так, так. По оружию, вы знаете, что... Оно же будет хламом, если люди будут не способны воевать друг с другом, если будут уважать друг друга. Но сегодня об этом мало кто думает на сегодняшний день. Вот свой этот метод. Поверхности какой-то. Напугать друг друга. Но вы знаете, что все уже пуганы по много раз. И каждый что-то свое готовит, чтобы защититься. Но на самом деле, самый лучший вариант. Воспитание. Если бы сегодня все люди обратились к Богу, вы знаете, какое изобилие у нас было бы всего. Я помню, когда-то говорил, у нас каждый по самолету было бы, не то, что по автомобилю. Сегодня все идет на военную промышленную. Когда-то в Советском Союзе, я помню, читал статистику, я запомню, это навсегда, когда 60% национального дохода шло на армию. Это официальная статистика. А не официальная, я думаю, что гораздо больше шло. Нам только крохи доставали. А все шло куда? Туда. И сегодня много уже меняют, технику меняют, все устарело. Опять новые, 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 новые. А нам что-то трудно жить и трудно жить. Почему? Потому что все идет не туда, куда надо. Почему люди не могут принять Бога? Приняли бы Господа, приняли бы Голгофскую жертву, все поменялось бы очень быстро. Но пока что так вот. И те, и другие, и третьи. Я часто говорю, что нам воевать? Мы не боимся американских 50-ку, не китайских боимся, мы боимся ваших людей. Ну так же ж. Мы никогда не пойдем воевать непотехово. Польских 50-ку мы не будем на мушке держать. И нас никто не будет. Кто у Бога? Зачем им это надо? Поэтому вот с этой точки я и рассуждаю иногда. К чему нам это все? Мы уже победили тех китайских 50-ку, всем Евангелием. Они мирные люди. Ну, остальные, ну, пожалуйста. Ну, что же делаешь, что остальные такие? Поэтому пусть Господь поможет нам быть под защитой Господней, чтобы не было насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением, ворота твоей славою. И дальше. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светит тебе. Почему это? Разве это плохо? Вы знаете, что, ну, неплохо, но и нехорошо. Почему? Я вам представлю, почему. Почему будет лучше, когда Господь будет нашим светом? И я прочитаю один из текстов Писания. Псалом 120, 6-7 стихи. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохрани душу твою, Господь. Вот, оказывается, солнце и луна и хорошие, и поразить могут. А в то время уже не будет этого, уже, говорит, эту солнце не будет светить дневным светом. И сияние луны светит тебе. И хорошее, и плохое есть. А Бог хочет дать людям одно хорошее, плохого не было. Ну, я что, про луну вам прочитаю? Я уже не строю проповеди такие конкретные. Я просто читаю, как луна действует, и хорошее, и поразить могут. Ну, с другой стороны, слушаю, читаю. Второзаконие. 33 глава. 13-14 стихи. А Беосипец сказал, «Да благословит Господь землю его, вожделенными дарами неба, росою, и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца, и вожделенными произведениями луны». Но они же не совершенные на сегодняшний день. А когда Бог командует, то Он делает совершенную работу. Вы знаете, что луна оказывает действие определенное. Я в прошлый раз об этом напоминал. Во время луны дух лунатизма имеет влияние на людей, да? Лунатизм. Во время луны луна оказывает воздействие на человека. И хорошая луна, и плохая луна. А Господь хочет, чтобы в нашей жизни наше состояние зависело не от солнца, не от луны, а от Его благословения, от Его присутствия в нашей жизни. Я немножко перевожу на современный язык на время сегодняшнего. Мы очень много думаем о луне, о солнце и так далее, и так далее. А надо думать о Боге. А надо думать о Боге. И тогда все будет по-другому. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Вечным светом. Правильно. Сегодня этот свет вечный касается нашей земной жизни, но никогда не прокритит свое воздействие на нас, когда мы у вечности попадем в святую вечность. Потусторонний мир, как мы сегодня называем. Но для этого надо познакомиться с этим светом уже здесь, на земле. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Я возвращусь назад к той первой мысли. Сегодня многие люди славятся, очень многим славятся. Прогрессом науки, техники. Особенно Япония ставилась этим, да? И смотрите, что произошло там. Оказалось, это то, что мы считали достижением большим. Сами, наверное, очень хотели иметь какие-то бытовые приборы электронные, японские. Там на высоком уровне делалось. Но как земля вздыбилась, казалось, это настолько мелкое, настолько маленькое, настолько ничтожное. Все, разрушилось все, и ничего нету. А Господь, где был оградою, там ничего не пропадало. Вы помните, в Ташкенте в свое время были свидетельства, когда Ташкент был разрушен. И кто-то, верующих там было немного, но, наверное, говорят, где-то два человека только погибли со всех. Остальные все здоровые остались. А кто-то остался, где-то, наверное, на восьмом этаже, все кругом обрушилось, а его комната стояла, висела. Ну, вышел же оттуда. Вот что значит иметь общение с Богом. Второй пример пришел мне на память. Есть такой у нас брат, Назар Рыжкиковец. Это в Харкове, он был членом церкви Харковской, в свое время работал в Москве, сейчас он в России каким-то регионом, за какой-то регион отвечает. И когда были пожары в Москве, все кругом сгорело. И мне кажется, он жил не в самой Москве, а рядышком. Но на его, значит, доме была такая надпись «Бог есть любовь вроде бы», я не помню, что. Все сгорело, а его дом остался целенький стоять. Приезжали корреспонденты из Москвы. Как такое могло быть? Почему? А потому что «Бог есть любовь» было написано на нем. И думали, ну как такое могло быть? Ну могло быть. Потому что проставился он присутствием Бога в его жизни, не сам Рыжкиковец проставился. Никто не мог остановить этих пожаров. Никто не мог защититься. Все выгорело вокруг, а его дом стоит. Даже фотография была его там на фоне остальных сгоревших домов. Вот вам, пожалуйста, Бог будет твоей славой. Что вы думаете, мой костюм меня славит, или что? Или мои бочинки, а какой-то... Я как раз... Я говорю, да нет. Нет. Я не говорю, что меня пославляют люди. Не говорю об этом. Но что является моим опорой, моим основанием? Бог, за что слава Богу. И я просто еще раз повторю, когда меня братья захотели отправить домой, когда вот этот удар случился, а Бог говорит, и едет в Сакраменто. Ну как? Как тут решить? Послал домой помолиться, а Бог говорит, он же знает, что делать надо, пусть делать, я помогу. Ну что? Я жив до сегодняшнего дня. Что-то делать? Самолеты? Или Америка? Конечно, Бог. Конечно, Бог. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в нашей жизни Бог проставился. Чтобы мы имели благословение Божие. И все, что мы сегодня имеем, мы могли прописать только Ему, но не самим себе. Кто мы такие? Кто мы такие на сегодняшний день? Бог твой славы твоей не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, потому что ибо Господь будет для тебя светлым светом, и окончатся дни считывания твоего. Я так вот читаю интересное место совершенного Писания, я сегодня его просмотрел, правда, надо было мне выписать его, но я решил просто напомнить, вы помните, когда Господь воцарится на горе Иоанне, то днем будет стоять над этой горою облачный столб, как вовремя Моисея, а ночью будет сияние огня. Сегодня, чтобы ночью было светло, сегодня электроэнергии мы много используем, и светло в городе, правда? А в то время, да, будет ночью, но Господь будет освещать своим лицом, когда будет храм Иерусалимском воссядать, как правитель земли, как царь, царь и Господь господствующий. Днем, чтобы видно было, что он здесь, облако покрывает, ночью свет, и не надо будет вот этого света дневного нашего. Вот как интересно Бог это может делать? Ну, сегодня недоступно нашему разуму, как это может быть? Но оно будет так. Священное Писание никого не обманывало никогда, и ничего лишнего нам не возвещало. Оно возвещало нам о том, что все-таки будет, и как оно будет. И вспомните вот эти слова Писания, которые здесь я читаю. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоей, не взойдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется. Ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окорются дни сетывания твоего. И народ твой весь будет праведным. Что значит праведным? Не надо будет бояться. Мы друг друга сегодня очень часто боимся, правда. хотя бы что не узнали, хотя бы что не сказать о ком-то, хотя бы о нас кто не сказал. Страху много у нас сегодня есть. А там будет народ праведный. Свободно будут рассуждать, говорить, понимать будут друг друга. Праведный народ. И народ твой вещь будет праведным. Навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, делу рук моих прославлению моему. Вот это дело рук я опять повтораю. Судиться Господь будет, отсудит, поменять их сердце вот этим судом, и тогда это будет делу его рук. А покуда человек живет ни то, ни другое, ни третье, кто может сказать, что это верующий человек? У него полный набор всего, я называю их верующеватыми таких людей. В церкви он верующий, дома полуверующий, на работе вообще неверующий. Кто его знает, что за он? Ну как можно назвать его делом рук Господа? Ай вот, какой Бог, все вы такие, как у тот и тот, все вы такие. Ну, когда Бог делает дело, то видно же тогда уже. Говорит, ну ты не такой, как все, ты не такой, как все. Я когда приехал в Германию, меня там встречал брат, который я никогда не видел, я сразу глянул, он, по лицу видно, что ты свой человек. Как ты меня узнал? По лицу узнал сразу, хотя он глядел в другую сторону совершенно, подхожу, поприветствовался с ним, как ты узнал? Как ты вот узнал меня? Ну как узнал, говорю, по лицу узнал. Хороший брат, очень хороший брат, я ничего не скажу о нем, по лицу узнал, сразу видно, свой. Поэтому, дело рук, вот, у нас Бог скажет, что мы дело рук Господа, или кто его знает, чье мы дело? Ну, для кого-то может быть, скажет, для кого-то не скажет, но это уже, это уже наша проблема, это уже, это уже наш вопрос лично, почему? Почему ты такой, почему я такой, почему мы такие? Может быть, Бог не доделал чего-то, мы им не поддаемся, он нас, нести на руках, а мы вырываемся. Были у вас такие дети, которые вы на руки брали, они вырывались, брекались, вырывались, не хотели. Вот как трудонести его тогда, да? Когда он орет, крышит, руками размахивает, держать, что надо уметь, да еще и нести, придачу. Вот и мы такие же часто бываем. У Бога. Хочет пронести нас, а мы, знаете, начинаем упираться, руками и ногами, кричать неизвестно, ну что, ну как же это будет тогда поступать? Ну конечно, наверное, надо опустить на землю, дать шлепать хорошенько, ты будешь тогда послушный, а иначе, что из тебя возьмешь в таком состоянии? Дело рук моих, прославлению моему, от малого произойдет тысяча, и от слабого сильный народ. Но это там бывает, где Бог умешивается, где Бог берет в дел слабое. Ему не надо очень много от нас, просто немножко ему довериться, и он будет растить нашу веру, наше доверие к нему. И сделает сильным. Конечно, в одно мгновение, наверное, очень трудно сделать. Тяжело. Если что, и духовный рост называется. Мы часто не понимаем этих вещей, мы часто требуем от человека, который только что покаялся, чтобы он нам показал веру, которую 20 лет мы не можем показать. Но это тоже все на своем месте, но надо же понимать этих людей. Дети. Вы помните, пишу вам, дети, что там написано? Что вы знаете? Ну, что, просто на грехе ради имени, и все. А что, что лукавого надо побеждать? И не знают, и где, и как его побеждать. Пишу вам, юноши, вы сильны, вы что сделали? Вы победили лукавого. Это уже в рост духовный. А отцы вы познали безначально, вы водитесь Духом Святым. Вы просто так ничего не делаете. Вы знаете, куда идти, что делать, и так далее, и так далее. Это уже отцы. Поэтому никак нельзя требовать от ребенка то, что от отца надо требовать. Но, тем не менее, это тоже и есть вера, и в ребенка. Но нам не надо подражать детям. Нам не надо подражать детям. У них тоже детская вера, детская вера и берут, но подражать им не надо. Потому что скажут, как скажут о нас, дети ли, да? То, что ребенку можно, то мне нельзя. Я вспоминаю один такой, слушай, мы так часто думаем, вот они там не ведут себя так, как вы. Они там прыгают, танцуют, у них получается. Вот и мы так будем. Ну, правильно. И я помню, один из, он сейчас уже женат этот, тот, Мишка, который за маму помолился. Где-то там на улице в песке играл, пришел, мама, что с тобой, больная, братья молились, молились, ничего не получилось. Он пришел, зажил руки, помолился. Это мама сразу даже не обратила внимания на это. Потом, здорово! Так что, мне тоже надо так сделать, полететь на Мишку, пойти, сесть в песочек, поиграть, прийти руки возложить. Ну, а что, у него получили, у меня так получится. Что вы скажете тогда? Николай Яковлевич где-то сенел, да? Ну, а что, что он вырабляет? Ну, мало ли, что там у этого получилось. Это детский розум. Детская вера, да, получится. Ну, то же не значит, что мне так надо делать, как он делает. Поэтому, мы просто должны понимать Священное Писание так, как надо, и, вы помните, апостол Павел Нигде сказал так, когда я был младенцем, то, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое. Поэтому, нам нельзя впадать в детство до сегодняшнего дня, когда мы знаем, что надо и как надо. Вот написано, образец для нас, все, стандарт дан. А то, что дети, и в детском возрасте духовном что-то делают, ну, ну, детей надо же воспитывать, надо подсказывать, слушай. Если у тебя так получать, то слава Богу, что получать, но ты уже будешь взрослым, в конце концов. Немножко по-другому мысли, немножко по-другому рассуждай. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Як Господь ускору совершить это в свое время. Вы знаете, что? Как трудно нам в жизни нашей, если мы где-то отстали. Я немножко отвлеченную тему возьму. Ускору совершить это. Почему ускору? Чтобы вложиться в сроки отцом назначенной. Это да. А почему ускору? Потому что кто-то затормазил ход. А ожидать и догонять, слушай всего. Вы, наверное, знаете такую пословицу. Что труднее всего? Ожидать и догонять. Вы, наверное, заметили такую картину. Идет человек спокойно по улице, значит, у него все нормально, да? А когда он бежит, что? Все-таки это нормально или ненормально? Вот ответил на этот вопрос. Нормальные люди ходят. Если ты бежишь, ты уже опоздал куда-то. Это не значит, что ты плохо делаешь, но лишние усилия прикладываешь. Бежит человек по улице, с ним ненормально. Ну как? Воймите, не то, что он глупый, но что-то в его жизни не то. Нормально люди ходят спокойно. Я помню, когда-то я очень сильно устал, а Бог мне сказал, знаете, какую интересную вещь. А ты, говорю, то сидишь, то потом рвешь со всех сил. Надо же равномерно идти. Я помню, это правда? Это правда? Надо равномерно. А ты, говорит, что-то посидишь, а потом рвешь. И поэтому и устаешь. Пусть Господь благословит наш, чтобы мы не опаздывали. Потому что бежать, это значит, ну, не совсем. Правда, Павел сказал, я бегу не так, как на неверное, но там бегу немножко по-другому рассматривается. Не с этой точки зрения, с которой я сегодня рассматриваю. Но давайте равномерно идти. Если молиться каждый день, ну, хотя бы по пять часов в день, а то один день, а на другой день надо сколько, если по пять часов в день надо помолить, то сколько надо молиться? Если я один час сегодня помолюсь, то на завтрашний день сколько надо? Девять. Ну, попробуйте набрать вот это все. Я просто вспомню, почему я это сказал. Я вспоминаю один такой случай, когда я сам получил такое откровение. Потом сестра Соня Лобановская была, она пришла, то же самое. Когда Господь, говорит, сказал мне, для того, чтобы иметь благословение на целый день, надо не меньше часа помолиться о благословении утром. Не меньше часа помолиться о благословении, чтобы Бог обласловил день. Час один. Для нас но час помолиться, то целый подвиг. Наверное, всем будем рассказывать, о, я целый час молился сегодня. А что тот час? А что тот час молился? Это что? Подвиг большой? Или что это? Ну, допустим, а я сегодня помолюсь только 10 минут, завтра мне надо сколько молиться? Почти, почти, почти два часа. И кто такое может наверстать? У нас же есть мера молитвы на все. Я очень хотел бы, чтобы мы равномерно шли. Мы бежали, сначала засиделся, потом рванул. А вы знаете, попробуй, пробежи дистанцию 10 километров. И не пробежишь, если ты опоздал. И ко времени надо. Допустим, два часа, наверное, ну, сколько 10 километров можно идти? Ну, два часа можно, правда, идти. К этому времени не надо. А я помню когда-то, когда я работал, жил в деревне, я как-то надо было идти, проспал. И где-то за 40 минут я добежал эти 12 километров. Но это уже потом не до работы было. Не до работы было. Какая уже работа тогда? Я же мог не проспать, за два часа свободно зашел, да и все. Поэтому, пожалуйста, вот в этом вопросе, ну, я обращаю на это внимание. Может быть, вы удивились, почему я это? Ну, не знаю, почему я это говорю сегодня эти вещи. Ну, наверное, кто-то так и делает. Кто рвет и за все, кто сидит. А потом уже, какая может быть работа тогда? Ну, правда, я в работе вроде неплохо. Не помню, что-то была ошибка, какая-то была или что-то. Но, тем не менее, все-таки равномерность, есть равномерность. И Бог хочет, чтобы мы все то, что мы можем отдать Ему для служения, чтобы мы Ему отдали. читаю 61 главу Иса. Я тоже вроде бы читал и начинал читать, но Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нижчим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Проповедовать лету Господне благоприятное и день мщения Бога нашего утешить всех считающих. Вот как раз это текст Писания, Иисус Христос, когда был в синагоге, прочитал о себе самом. Дух Господен на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нижчим. Бог очень любит людей и особенно переживает за нижчих. Но если уже говорить об этом более серьезно, надо иметь духовные глаза, чтобы человек увидел, что он нижче. Особенно в мире это первое. Да и о нас тоже. Вы помните, в какой-то церкви Господь говорил так, ты говоришь, что я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты нижчий, да? Жалкий, слепой, не одетый в ту одежду правильность, которая должна быть одета. И так далее, и так далее. Не видел человека, а люди в этом мире наоборот считают нас нижчими и бедными. И только тогда открываются глаза, когда Дух Господь производит свою работу. Когда он глазами Божьими посмотрит на себя, он только тогда начинает понимать, что надо мне покаяться, я ничего не имею. А до этого времени, а это не так-то просто. Это не так-то просто. И иногда Бог и допускает человеку в жизни такие обстоятельства, чтобы он понял, что он нищий, что он не может ничего. И тогда уже получается, человек ищет Господа, как положено, не так просто, вот лишь бы как. Видит, тут ничего не получается. И тогда на память приходит место Священного Писания «Ищите Господа, когда что можно найти Его и призывайте Его, когда Он близко». Ну, я дальше не цитирую это место Священного Писания. Но благовествовать нижким. Что касается нас нижших, тут совсем другой подход надо иметь. Блаженны нижшие Духом, ибо их и Царство Небесное. А наша нищета постоянная. Почему? Чем больше мы узнаем Господа, тем больше видим, что мы больше не понимаем и не знаем. И чем ближе подходишь к Нему, чем больше углубляешься в Слово, тем больше понимаешь, как ты не знал этого. Нище, 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 нище. Бог ведет на большие высоты, когда сравниваем с тем, что имеем, и то, что имели, говорит, ну, нище. Это же не значит, что мы думаем, что мы вообще ничего не имеем. Но нищий. Но иногда зависть это делает. Я нищий, я нищий. Почему? У него больше, чем у меня. Вот, вот, эквалент некий. Вот у него, значит, я нищий. Я нищий, я нищий, я нищий, я нищий. Это уже, это уже зависть та, что делает человека нищим. А у Бога это приятное явление, когда ты понимаешь, когда роги не вырастут, когда не будешь власть никакой употреблять, той, который нельзя употреблять, потому что нищий. Нищий. И сколько мы будем жить на земле, чем глубже будем познавать Господа, чем больше будем чувствовать, что мы все-таки не доросли еще. кажется, уже столько знаешь, а как только какой-нибудь вопрос, все, тупик стал. Нищий. Пусть Господь поможет нам не быть нищими, растоптанными. Растоптанный это не нищий, это нечто другое. А вот нищий, постоянно растущий человек всегда больше ждать нищий. Как ребенок, вы ему купили одежду на его возраст, а потом вырастает, и что? Не подходит, это надо другая. И сколько он не будет расти, все нищий, нищий, его одевай, обувай, все становится честным, прямой. Растет. А когда уже вырос, ну, с духовной стороны, когда ты уже вырос в своих глазах, то-то очень плохо. Но, но когда уже ребенок вырос, уже определенная одежда у него есть, все. Ему не надо больше, он же не нищий. Я немножко параллельно удачно провожу с нашим духовным возрастом. Но, тем не менее, в нашем духовном возрасте всегда потолок подниматься будет выше, 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 и выше, покуда мы не наберем тот возраст, с которым Господь нас примет в вечные обители. За что, конечно, слава и благодарение. Он растит нас, он умеет нас растить. послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Что значит сокрушенное сердце? Сердце разбитое. Сердце разбитое. И кому люди с разбитым сердцем сегодня нужны на земле? Никому. Они же никуда не годны, эти люди. Это у них паника, у них страхи, у них еще кое-что. И Бог хочет исцелять такие сердца. И вы помните это изречение Иисуса Христа, которое Он выразил на страницах Писания по одному поводу, я уже не говорю, когда это было, но Он сказал так, нездоровые имеют нужду во враче, но какие? Но больные. Я пришел призвать неправедника, но кого? Но грешников в покаянии. Вот основной момент и нашей работы с людьми. Но это очень непросто и нелегко. С больным человеком очень трудно работать. Вы знаете, как трудно, как перевязывать их, им же болит, когда перевязываешь. Это так, когда кто-то изломанный где-то в аварию попал, как он кричит, когда его несут и ложат, ему же больно, ему же больно. Приходится переживать чем-то. Не знаешь, как к нему подойти и что ему сказать такому человеку. Обязательно будешь касаться его больного места. послал меня исцеляться крушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. А для этого надо показать ему, что он пленник. Люди сегодня не думают, что они пленники, они наоборот думают, что они свободные. А то вы пленники, вам и то нельзя, и то нельзя, и то нельзя, а нам же все можно. Но это плен, это плен. Это наркотики, это алкоголь, это блуд, это еще что хотите, возьмите. Какой ты свободный, когда ты клялся ни один раз жене своей, все, больше пить не буду, и искренне клялся, искренне хотел оставить, но не получалось, потому что пленник. Пленники, все. Как трактором кто-то берет, вол может противиться трактору или нет, если он его зацепил. Будет тащить его куда-то, он будет упираться, все равно будет идти куда-то. Почему? Пленник. Он что, пленник? Поэтому, пусть Господь благословит нас, чтобы мы имели действительно и доступ к человеку определенному, и умение какое-то, и помазание Господне, чтобы открыть ему глаза, чтобы он понял, что он пленник. Поповедуясь пленным освобождением и узником открытия темницы, находящейся в темнице, я тоже еще не знаю, что они в темнице находятся. Пленник это немножко друг, а вот темнице, это в тюрьме находится. И сегодня люди, некоторые в тюрьме находятся, да? Особенно, которые не свободные вообще. Это уже не просто плен, это уже тюрьма, это темница. И поэтому, и здесь очень трудно бывает. Я не раз говорил, сегодня еще раз повторю, очень трудно работать с теми, кто не понимает, в каком он состоит. Ты ему говоришь, что то, а он нет то, у меня все нормально. Я уже не хочу рассказывать этот случай, потому что пришлось бы рассказывать все, что было на самом деле. Нет и все, нет и все, нет и все. Наверное, минут 30 пришлось молиться с ней, чтобы он заревел, тогда понял и все. А только нет, со мной все нормально, со мной все нормально. Я вот то просила, то просила, то просила, Бог мне дал, когда запросил, а ты не то что надо. Говорю, не то просила ты, что надо. Нет то, Бог мне дал, дьявол дал тебе. Нет и все, хоть ты что хочешь. А в чем не находился, в самом настоящем чем не находился. Потом, как заревел, все, опустила руки, все. Поэтому, непросто все это делается. Очень часто эти бесы, они прячутся в людях, они не показывают себя. Тоже напомню, заодно еще, когда в Америке, не называю ее имени, ничего не называю. Но, муж говорил, настолько хороший характер, за 15 лет мы ни разу не поссорили ей даже. А потом, как заревел, как стал ее крутить, вам, пожалуйста, прячется, хорошо все. Поэтому, вот в этих вопросах, конечно, я бы очень хотел, чтобы наша церковь была исполнена Духом Святым. Там, где Дух Святой, там не устоит никакой демон, никакой бес. Они не боятся наших формул, они не боятся нашего образования, они боятся власти и силы Духа Святого. Вот чего они боятся. Вот чего они боятся. Я просто вам напомню, когда были в России в одном месте, в Ижевске это были, я эту сейчас не знаю, как ее звать, не знаю ее. Я тоже обманывал вот так вот. Берет, в салон поет, на языках поет. И проявление есть. А потом, как встали, я их захохотал. Говорю, ты лжет, ты обманываешь ее? Он захохотал. Конечно, я их всех обманываю. Он берет псалом, мотив псалма нашего, а на языках бесславит Бога. И он объясняет, что он делает. Я говорю, все, все выяснили. Женя, он головой кивает, он помнит. А может, он не знал, мы отдельно там где-то работали в то время. Вот такое бывает часто в нашей жизни. Поэтому нам очень надо молиться, молиться, чтобы действовал Дух Святой, чтобы было присутствие силы Божьей. Вы помните, в синагоге человек, когда начал кричать, знаю у тебя кто ты, когда Иисус Христос пошел туда. А так ходил, и священники ходили, и молились, и все нормально было с ним. А как Иисус пошел, сразу закричал, знаю у тебя кто ты, ты Сын Божий, и так далее, и так далее. Поэтому нам очень важно не только говорить о Духе Святом, но исполняться им. Чипы в Америке уже давно введены некоторым. И одному из наших братьев предлагали, он отказался. У шведов, наверное, я не помню, где 10 назад была такая информация, 10 тысяч шведов уже ходили с чипами. Так что это не новое, и все. Вводятся. Но пока что насильно не заставляют, просто предлагают, и все. В России не знаю, в Германии тоже не знаю. Но я знаю, что в Америке, да, многие носят уже их, эти чипы. А тем более, те, которые связаны с силовыми структурами, то они все с чипами ходят. Ну, это такой вопрос. И читаю дальше. Открытие темницы. Проповедовать лето Господне благоприятное, и день мщения Бога нашего, учешить всех считающих. Вот до этого места священописания. Проповедовать лето Господне благоприятное. Или год, в скобочках написано. Или день спасения. Это один и тот же термин, определяющий время для спасения нашего, для язычников. А этот год уже продолжается сколько? Уже по нашему счету больше двух тысяч лет. День спасения – это то же самое. Павел говорил, помните, вот теперь день спасения. Это день, потому что у Господа день один, как тысяча лет, и тысяча лет, как что? Один день. У него день не наш, двадцать, четыре часа. Потому, день Господень тоже будет не наш день, человеческий. Когда чем час не будет изливаться? Может, там, десять лет, может, и пять. Он будет состоять из многих человеческих дней, день Господень. Потому, когда мы говорим об этом, проповедовать лету Господне было приятное и день мщения Бога нашего. Вот, и приятное для нас, и что еще? И неприятное. День мщения. Еще раз прочитаю. Проповедовать лету Господне было приятное и день мщения Бога нашего. И одно, и другое надо говорить людям. Что Бог вас любит. Мы обычно говорим как? Ну, Бог вас любит и все. И на этом точка. Говорит, ты не говори о грехе, зачем ты людям напоминаешь об этом, они не придут к нам. О чем говорить тогда? Об освобождении до греха, потому что грешники будут судимы. Как написано? И Бог назначил день, когда правильно будет судить вселенную по средствам предупреденных им мужа, подал удостоверение всем, воскресил его из мертвых и так далее. День апостола написано, прямо и ясно. Будет день суда. А нам сегодня, чтобы избежать суда, мы нигде не сможем убежать от этого дня. 138-й псалом. Если я не ошибаюсь, там есть такие слова. Зайду на небо, ты там. Сойду в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зары, и пришелюсь на край моря, и там рука твоя найдет меня, действие твоя поддержит меня. Пожалуйста. Поэтому избежать суда невозможно. Но его можно не бояться. Как? Свернуть в греховное время, покаяться, и тогда ничего бояться его. Бог не будет судить тогда нас. Поэтому пусть Господь благословит нас. И день вщения Бога нашего. Учешить всех сетующих. Возвестить всем сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача и радости, вместо унылого духа, славная одежда. И назовут их сильными правдой, насаждением Господа. Во славу его. Вот это я прочитал. Стих очень длинный. Священное описание. Возвестить всем сетующим на сегодня. Что такое сетующие? Это скорбящие. И не скорбящие без сили, а скорбящие без законов, которые видны. Скорбящие о том, что происходит. И молящиеся Богу, чтобы Господь спас людей. Таким есть обещание. Сетующим. И кого Господь благословит? Кто считает? Кто хочет видеть благословение Господне? Кто молится об этом? Утешить всех сетующих на Сионе. Для того, чтобы... И тут написано так, что им вместо пепла даст украшение. Пепел. Я читаю один из всех в Писании, чтобы понять, что такое пепел. Откровение, 18 глава, 19 стих. И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая. Горы, горы тебе, город великий, драгоценностями которого обогатили все, имеющие корабли на море, и выпустил в один час. Что это было за пепел? Их надежда сгорела на это, на все. Это был Вавилон, город великий, от которого обогатились многие. И вдруг он повернул огню, сгорел все. Поспали пеплом головы. Говорю, Господи, что случилось с нами? Это вот в нашей жизни, если сегодня поспали пеплом головы, жизнь исковеркана вся. Не получилось что-то в жизни. То Бог дает утешение, что я заменю все это, если только ты поменяешь свое сердце. Если только ты поменяешь свое мышление, если только ты обратишься ко мне, тогда поменяй все. А так будешь посыпать пеплом головы, будешь посыпать. Потому вот здесь и написано, вместо пепла даст что? Украшение. А украшение – это не просто одежда. Вы сами хорошо понимаете. Украшение – это нечто большее, чем одежда. И Бог, Он очень любвеобильный. И Он восполняет наши недостатки в гораздо большей мере, чем мы думаем. Вы помните, я не один раз напоминал, чтобы вы обогатились всякою надеждою. Не просто надежда на том уровне, чтобы только выжить, а чтобы жить свободно. Чтобы жить свободно. Люди не очень кого-то обогащают. Они поддерживают их жизнь, где-то вовремя обращаются к ним, оказывают им помощь, но не обогащают никогда никого. Бог только может обогащать. Я не раз слышал такое. Меня-то, конечно, не касалось и не касается, когда спрашивают, ну как ты ему поможешь? Ну как там? Ну, говорит, живет уже нормально. Ну тогда и не будем помогать больше. До тех пор, когда он опять не станет голодным, то и не будем помогать тогда. Я говорю, братья, а что это за работа такая? Ну, это же не нормально. Что ж мы будем, чтобы он голодный был, а потом помогать? Надо равномерно все делать. Ну, а вот у людей такое мнение, не хотят, чтобы кого-то обогатить. Как будто преступление какого-то. А Бог именно так и делает. Вы помните, второе место в Священном Писании есть такое. Чтобы вы были, говорит, обильно для наслаждения. Наслаждение – это тоже высшая степень чего-то. Не все мы какое-то наслаждение ешьем. Мы иногда ешьем просто кусок хлеба. И всего столько. А Бог готов давать и для наслаждения еще. Мы на такое не способны сегодня. Поэтому, вот как раз Господь и строит сегодня нашу веру, чтобы мы имели надежду и упование на Него. Меня удивил один из братьев с Америки. Я его совершенно не знал, абсолютно не знал. Он мне названивал. Я не поднимаю трубочку, когда номер просто. У меня где-то 600 именных. И мне просто невозможно вообще. Он, наверное, 2-3 недели наконец дозвонился. Говорит, я тебе хочу помочь. От меня что-то взять? Я мог понять. А мне помочь? Я говорю, не мог понять вот этой вещи. Да, я хочу помочь. Я вот 2 недели ищу. Как тебе помочь? И помог, и сильно помог. Я не скажу, что не помог. Помог. Очень сильно помог. Но меня это удивило. Как это так? Искал где-то по всем. Я ему не отвечаю. Он мне названил, я не отвечаю ему. А он опять звонит, опять, опять звонит, опять. И опять звонит. Так, нет, дозвонился еще. Чтобы помочь? Я, наверное, так никому не звонил никогда, чтобы помочь. Я вообще ни у кого не просил мне помочь. Это однозначно. Восемь раз ездил в Америку, ни разу не просил в церкви помощь мне собирать денег. Никогда не просил ни у кого. Но, тем не менее, дали кто сколько хотел. Вот в этом смысле слова. Но никогда не просил ни у кого. Но, тем не менее, когда мы действительно служим Богу, Бог, который работу выполняет сам. И дастся украшение вместо плача. Вместо плача елей радости. Вы знаете, радость надо будет. Мы понимаем, елей – это же Дух Святой. Но здесь радость тоже бывает, как елей на душу. Уныние. Унылый Дух скушит кости. А радость, от Господа, конечно, не плотская радость. Плотская радость может завести не туда, куда надо. И опять повторю тот пример, что я не один раз говорил. Может, кто-то не слышал, может, кто-то слышал. Я его еще раз повторю. Наша сестра проявляться бесноватая. Кто ты? Как твой имя? Радость. Что это за ответ – радость? Как твой имя? Радость – мое имя. Опять уже с возмущением. Я же тебе сказал, что радость. Что ты еще хочешь? Сразу идет искусственная радость. Ты Дух искусственной радости? Да, да, я Дух искусственной радости. Заволыбался. Дух искусственной радости. Как ты вошел? Когда она радовалась? Спрашиваю, где ты? Я говорю, а в такой церкви была, где свистели и плясали, и танцевали, и радовались так. Вот вам, пожалуйста, вот вам радость. Это же не та радость. А вот радость от Духа Святого – это радость на самом деле. А мне такой радости не надо. Кому она нужна, такая радость? Радость. Поэтому даст им радость и настоящая радость. Вместо плача и лея радости, вместо унылого Духа – славная одежда. Конечно же, речь идет не об одежде нашей вот этой. Речь идет о нашем лице. О нашем хождении перед Господом. О нашем выражении лица нашего. А унылый Дух что, радость пронесет кому-нибудь или нет? Нет. Какую он радость пронесет? Никакой радости не пронесет. Абсолютно. Абсолютно не пронесет никакой радости. А вот, когда уже действительно, мы вместо унылого Духа – славная одежда. Что такое вообще одежда? Это и выражение лица нашего. Оно к одежде относится. Да и наши дела – это тоже наша одежда. Это наша одежда. По нашим делам судят о нас, какая на нас одежда – праведности или неправедности. По делам. И назовут их сильными правдою. Вот сильные правды. Сильные тем, что исполняют беспрекословно Слово Божие. Потому что правда делается. Сильные правды. Почему? Не всегда мы сильные, чтобы по правде поступить. За правду надо было нам и дать хорошенько за эту правду. Не так-то просто. Вы помните, Геремия Проко, помните Исаию. Что Господь сказал? Они сказали, что Господь сказал. Зато в яме оказались. Гонения были и так далее, и так далее. Но сильные, они есть сильные. Они говорят правду, независимо от того, как на это будет реагировать кто. Им важно, как Господь будет смотреть на эту правду, которую они изрекли. Сильные правду, насаждением Господа во славу Его. Ну вот, насаждение Господа. Мы сегодня, я нисколько не сомневаюсь, что Господь насадил нас. Но если кого-то не Господь насадил, а брат какой-то насадил, или еще строк какой-то насадил, замуж пообещал. Ну, это уж и не насаждение Господа. Я не один раз вспоминал такой пример, когда один вышел покаяться, спрашивая его, я никогда не спрашивал у людей, почему ты качаешься. Ну-ка, спрашивая у него, почему он каяться. А почему ты вышел покаяться? Он показывает сейчас, что вон та сестра сидит. Она говорит, сказала, если ты не покаясь, я тебе замуж не выйду. И нас не сочетают, иди кайся. Вот я и пришел покаяться. Я говорю, слушай, это не покаяние, этого не надо. Ну, а кто-то насадил такого. Один из братьев уже в вечности, которого насадила сестра. 20 лет жил вместе, после вышел. Я говорю, я хочу покаяться. Потому что, брат Николай, как покаяться? Ты же дочку выдал первую замуж, где-то 20 лет было. Я говорю, я же ни разу не каялся. Я говорю, каялся, чтобы жену взять. Кращение принимал, чтобы жену взять. И 20 лет ходил в собрание, чтобы жена не расходила. Теперь я решил покаяться сегодня все-таки. 20 лет. А 20 лет его не Господь насадил. Вот был день, когда он понял, что это не то, что надо. Кто-то из гуманитарки приходил. Недалеко у нас тоже есть такая церковь маленькая. Тоже после собрания. Хлебопроломление было, все. Она говорит, я хочу покаяться. Слушай, а что ты такое сделала за 5 минут? Хлебопроломление принимала. А теперь-то к пкаце пришла. Я как-то в беседе высказал это. Ну, наверное, после Хлебопроломления, я же понял, что я не покаялась. Я же пришла за гуманитарки. Гуманитарку здесь давали. И крещение приняло, чтобы посидеть и получать гуманитарку. А сегодня я понял, что я не покаялась. Мне покаяться надо. Пожалуйста. Ну, поэтому вот насаждением Господа назовут. Когда? Когда у человека лицо сядет. Когда он не какие-то второстепенные цели преследует. Не замуж выйти, не жениться. Это все хорошее, это надо. Но это не самая цель главная. Но не самая главная цель. Это не то, что надо. Поэтому, если сегодня кто-то хочет покаяться, пожалуйста. Но не потому, что вас где-то держат в каком-то центре. И это все, что в церкви будет. Нет, это еще не то. Это еще. Здесь нужно глубокое покаяние искреннее. Чтобы Господь поменял в сердце. И там быть насаждением Господа. А роль христианина играть, вы очень долго не сыграете. Поиграете, понимаете, скажете, все, хватит. Наиграл все. А если Бог поменяет сердце, тогда ничто не помешает дальше жить для Господа. И тогда будут называть это насаждение Господа. Поэтому многие ожидают, смотрят. Ну, подожди, подожди, подожди. Посмотрим, через год что будет. Ну, и ошиблись, через год, через два, через три. И христианин там был. А в ком ты сказали? О, а мы говорили, что ты такой. Вот, пожалуйста. Почему? Потому что... Ну, не Господь насадил. Господь насаждает при искреннем глубоком покаянии. Это его растение. Его никто тогда не выкорчивает из жизни. И назовут их сильными, правдой, насаждением Господа, во славу Его. И застроят пустыни вековые. Восстановят древние развалины и возобновят города разоранные, остававшие в запустении с давних родов. Ну, я, наверное, уже не буду дальше говорить на эту тему. Уже без сети девять. Пусть Господь нас благословит. Пусть это слово ляжет на наше сердце. И пусть...